Здравствуйте, друзья! У нас сегодня Ольга на связи. Мы общаемся с Великобританией по поводу переезда в эту страну, какие-то программы интересные. Сейчас мы все это обсудим. Оля, как нас слышно? Да, слышно хорошо. Здравствуйте. Хочется начать с того, что существует такое мнение, что переезд в другую страну равен трем пожарам. Вообще, в принципе, любой переезд равен трем пожарам. А переезд в другую страну вызывает еще больше вопросов, которые наша компания уже 14 лет успешно решает. Мы работаем по американской модели Family Office, который связан с тем, что мы решаем вопросы комплексно. Все вопросы, которые возникают у семьи, начиная с налогового планирования, иммиграционного планирования, инвестиционного и передачи наследства капитала от одного поколения другому, мы ведем именно под одной крышей. Компания работает успешно с 2003 года в Великобритании. Головной офис всегда был и будет в Великобритании. В Лондоне, да? В Лондоне, да. Тут, говоря о возможностях переезда в эту страну, нужно отметить, что Англия и Великобритания считаются одной из самых дорогих стран мира. И поэтому, как правило, наш клиент, который обращается к нам, это, как правило, семьи, которые обладают капиталом от полумиллиона фунтов и выше. Так как Англия, начиная с 2008 года, достаточно сильно изменила иммиграционную политику и сделала ее направленной более на состоятельную иммиграцию, то несколько вариантов, которые сейчас существуют на рынке, это программа инвестора и программа предпринимателя. Одна предполагает, инвестор предполагает пассивные инвестиции в экономику страны в размере двух миллионов фунтов. Другая программа, это программа предпринимателя. Это более активная, вовлеченная в жизнь и экономику страны. Это инвестиции 200 тысяч и более. Значит, следующий уровень, которые мы имеем, которые сейчас активно сталкиваемся, это рабочие визы, то есть когда компания хочет привлечь работника, который уже обладает определенными навыками, и компания настолько заинтересована в этом работнике, что она, то есть это должна быть какой-то уникальный человек, специалист, компания хотела бы его привезти и пригласить. То есть она не может никого найти на рынке в течение месяца. Есть специальный процесс, который называется Labors Market Test, то есть это поиск работника на рынке Великобритании и пока еще Евросоюза, пока Англия все еще в Евросоюзе формально. Если никого не может найти, то компания имеет право оформить на лицензию и получить такого иностранного работника к себе в штат. Если зарплата 150 и более тысяч, то поиска на рынке не требуется. Следующий уровень, который мы имеем, это студенты. Студенты, причем я говорю уровень, потому что в Англии практикуют именно, в Англии практикуют уровневую систему, то есть когда, это как вот, если не ошибаюсь, Канада, Австралия, то есть когда эмигранты распределяются именно по уровням. Следующий уровень, это студенты, которые приезжают сюда учиться, это по-прежнему остается одна из самых широких, наверное, программ и как бы вот... Доступных, наверное, все-таки. Простите? Доступных более или менее, как бы. Да, и, наверное, да, и, наверное, и Англия всегда славила своим образованием, и, по-моему, до сих пор английское образование входит в десятку лучших образований мира, и поэтому оно продолжает быть актуальным, и поэтому студенты были, есть и, наверное, всегда будут. Поэтому 200 тысяч... 280 тысяч студентов, которые приехали в прошлом году, и я думаю, что сумма, число будет только расти. Получить, как правило, иммиграционный и студенческий статус, если человек планирует учиться в Англии, несложно. В этом случае необходимо получить приглашение из-за колледжения университета или школы с приглашением об обучении. Если таковое имеется, то, как правило, посольство дают визовые центры, посольство, как правило, легко выдают визы. Вопрос возникает... Спустя окончание. Почему? Потому что сейчас осталось достаточно мало программ, которые в дальнейшем позволяют людям остаться в стране. И если этот вопрос актуален, то варианты, как остаться после обучения, нужно задумываться об этом заранее. И нужно планировать и задавать вопросы. Хочу ли я вернуться? Могу ли я остаться? Если да, то как? И это необходимо заранее планировать, чтобы не было разочарования. Также у нас остается очень широкий пласт. Это, конечно же, семейная иммиграция. Это визы невесты, визы супруги, визы супруга и визы родственников. Ограниченное количество родственников, которые могут въехать в страну. Наверное, это тоже одна из самых популярных, так скажем, дорог, как приехать в Великобританию. Это сейчас в связи с расширением различных сайтов знакомств и знакомств, в принципе, международных людей путешествуют, люди знакомятся в самолетах. Вопрос становится очень актуальным, потому что очень много международных браков. И когда возникает вопрос, где жить, то, как правило, Англия может стать одним из вариантов. Все программы, которые я перечислила, за исключением студентов, они ведут к гражданству. Что это значит? Это значит, что Англия в этом смысле достаточно удобная страна. В том, что предполагается, что человек, получив одну из таких виз, через пять лет имеет право податься на вид на жительство. Это что это значит? Это постоянный статус. То есть человек обладает все еще своим гражданством, но в паспорте или в нашем случае карточка имеет карточку постоянного резидента, который не ограничен сроками. И спустя года пребывания в статусе постоянного резидента, человек может попадаться на гражданство Великобритании. Англия абсолютно открытая по поводу других гражданств, то есть, имея английское гражданство, вы можете иметь неограниченное количество других гражданств на руках. Вот. Хочется добавить, что людям, которые планируют постоянный переезд, начать планирование переезда в Великобританию, планирование переезда в Великобританию необходимо с налогового планирования. Англия страна достаточно зарегулированная, и вопрос налогового планирования я бы подняла бы одним из первых. Это тот сервис, который мы тоже делаем, то есть, делать первоначальная консультация, которая позволяет понять, вообще, соответствует ли Англия потребностям семьи или по человеку, который планирует переезд. Людям, которые покупают недвижимость в Великобритании, я тоже бы рекомендовала бы получить заранее налоговую консультацию. Для того, чтобы понять, как лучше оформить недвижимость, планируете ли вы передавать ее своим детям, возможно, необходимо оформить траста. То есть, сделать полностью структурирование, которое, возможно, будет планирование даже, о котором мы говорим, что это примерно на 10-15 лет вперед. Вот такие вот сроки я бы рекомендовала ставить при рассмотрении возможности иммиграции в Великобританию. Какие-то все вопросы? Убежищем вы не занимаетесь. Простите? Вы не занимаетесь, убежищем. Нет. Вопрос переезда политических беженцев в Великобританию достаточно комплексный и сложный. Так как изначально наша компания именно строила свою работу по принципу семейного офиса, то мы все-таки занимаемся бизнес и семейной иммиграцией, и профессиональной. То есть, это какая-то очень большая сфера права, которую, честно говоря, вот за 14 лет практики мы так и не решились затронуть, потому что настолько она комплексная. Хотя богатых людей много, унижает в Великобритании. Абсолютно. Да, 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 да. Мы работаем с нашими коллегами, то есть, если вдруг я увижу, что у человека возникает такой опрос, то я смогу организовать, рекомендовать, но это уже отдельная история. Хорошо. Спасибо большое за краткую информацию, уважаемые зрители. Если у вас будут вопросы по семейной иммиграции в Великобританию, по налоговому планированию, по покупке недвижимости, пожалуйста, под видео наш контакт, мы вас уже соединим с Ольгой, она даст расширенную консультацию. Рад знакомиться. Спасибо, Юрий. Да. Всего доброго. До свидания.